Переходим ко второй части. Уважаемые гости, приглашенные, дорогие коллеги, несмотря на то, что мы сидим по разным углам и люди эмоционально воспринимают этого человека, всем нам очень приятно слышать его песни. Я представлюсь, я Новиков Алексей Иванович, президент авиасоюза, стаса гражданской авиации и президент, представитель правления Международного авиационно-космического фонда. Одно из главных наших задач в рамках авиационного союза – это наша малая региональная авиация. В прошлом году с этой целью мы провели два авиасалона в Ярославе и в Сафтыккаре. Так вот, на аэродроме в Сафтыккаре мы впервые познакомились, лично я впервые познакомился с Вадим Юрьевичем Захаровым. Когда сказали, должен прилететь Захаров, я думаю, кто Захаров, вот тот, который этот, ну, певец, оказался наш коллега, который воспевает авиацию. И впервые я услышал песню «Не бывает, не бывает некрасивых самолетов», потому что дальше слышишь, лучше его не споешь. Спасибо тебе, Вадим, за эту песню. У Коля Анисимова есть песня «Я летчик». Да, я, честно говоря, я влюблен в этих двух людей. Коля Анисимова, Вадим Захаров. Не буду утомлять вас. В рамках Международного союза космического фонда учреждена высшая международная награда Орден Гагарина. Она была учреждена 50-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина, которая состоялась в 2011 году. Мы в Совете Федерации на многих площадках проводили прием ветеранов-космонавтов. И впервые 5 апреля 2011 года мы наградили этим орденом наших ветеранов-космонавтов. Орден номер один была награждена Валентина Ивановна Гагарина, которая дала благословение на учреждение этого ордена. Орденом номер два Наталья Сергеевна Королёвой. Дальше идут Терешкова, Леонов и так далее. Награжден даже король Испании, в то время был принц, наследный приз Филиппа, за организацию дней 50-летия полета Гагарина в Испанию. Мы этим орденом наградили вот уже сегодня второго человека, который воспевает авиацию. Буквально недавно, не очень давно наградили Николая Анисимова в связи с 50-летием. А сегодня решение правления, я подписал это решение, награжден этой наградой Захаров Вадим Юрьевич. Дорогие друзья, в этот орден мы вложили свои туши и долго-долго разрабатывали. Он выполнен мастерами Сатауста. Орден имеет ограниченное количество, не тиражируется. Всего выпущено 100 орденов. Уже, так сказать, эта процедура заканчивается, 6-й год идет. Дорогой Вадим, мы тебя поздравляем от всей души. Все, кто награжден этим орденом, становятся почетными участниками Международного Авиационно-Космического Фонда. И сегодня ты им тоже стал. Поздравляем. Еще раз. Это распоряжение на граждане. И второе свидетельство, то, что он стал почетным участником Международного Авиационно-Космического Фонда. Успехов тебе, Вадим, успехов. Спасибо, дорогие друзья. Дорогие друзья, мне надо отметить, что этот год, 2017 год, это год 60-летия начала Космической Эры. Советский Союз был первым, есть и всегда будет. АПЛОДИСМЕНТОГО. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я боюсь, боюсь.